теорию можно слушать бесконечно это как знаете как на водопад огонь теория в общем все там можно слушать бесконечно на самом деле все наши знания получаются из опыта потому что что такой опыт опыт это когда вы то что вам кажется вы знаете значит начинаете чувствовать вот любое же знание хорошее но прочувствованы вот как бывает чувствует машину человек да вот вы садитесь машину водитель если вы собираетесь водите и вы ее сначала не чувствуете у вас знание то есть но вы не чувствуете условно говоря в письме вот некоторые люди перестали пользоваться пишущими инструментами у них есть так сказать кнопки и эти и они вот берут этот писать из забыли чувства как это чувство вот на самом деле самое важное а это чувство не рождает но они начинают писать и вдруг она начинает чувствоваться значит все наше фактическое понимание возникает из того что мы что-то делаем в реальности вот все остальное это если мы ее не приземлим к реальности если мы делаем не делаем конкретные упражнения если мы не делаем конкретные задания если мы как бы сказать не вот можно сколько угодно изучать алфавит вот алфавита потом у вас заберут и скажут напиши его если бы вы изучали алфавит вот андрей вот я вам скажу сейчас подожди это важно мы хорошо да и значит вот посмотрите вот я сейчас прошу что изображено на 100 рублях занервничали да вы сколько раз 100 рублей держать много ты еще раз держали 100 рублей отчетом большой театр ну ты знаешь как он там а ракурс какой большого театра сбоку сверху а колонн сколько это сколько раз что написано купюре мы про это расскажем все это к вопросу что вы понимали вам кажется что вы помните ничего не помните понимаете вот если бы вы создавали эту купюру как нам надо самим каждый раз создавать свою собственную жизнь вы бы знали бы сколько там каких сколько колонн понимаете сколько цифр там же еще цифры есть номер штабельный там есть висюльки такие на просвет все голохрама не знаю есть не говоря мне кто в курсе а все занервничали все пользуются никто не знает никто не помнит вот она должна стать вашим только после этого она все начинает работать понимать про что мы пара выводы отвечая на вопрос да как понять чего я хочу да мои желания или не мои значит ключевое что нужно понять что во первых иллюзия если вам кажется что у вас нет желаний и иногда я не знаю чего я хочу тоже как бы нет желания да вы можете быть зафрустрированы да у вас может не быть очерченной цели да у вас не может вот поэтому не формируется так называемый акцептор результата действия вот этот феномен который мы в частности на красной таблетке тоже рассматриваем значит у вас может быть вот такая растерянность глубинно базово все мы живем нашими потребностями которые организуются в нас чувствами которые мы испытываем в том случае если мы эти потребности реализуем наш мозг поощряет на соответствующим образом то есть внутри мозга все еще неплохо вот проблема в том что что с этим мозгом происходит в рамках культуры в рамках нашего воспитания и в рамках на самом деле очень травматичного жизненного опыта даже у тех людей у которых в жизни не случалось ничего драматического значит их опыт можно назвать травматически потому что если у них например есть какие-то потребности которые никогда не могут глубинные внутренние которые никогда не могут опробовать это же трагическая судьба может быть тому кто этот жил весело так эти недолго вы веселее понимаете было чем долго и и муторно и мучительно понимаете вот поэтому значит мы оказались заложниками вот этого всего когнитивного аппарата который создает общество для своего удобства общество создает наши мемы объяснение и так далее не ради истины не ради вашей конкретной потребности осознать то что так удобно потому что так удобно это определить назвать как этому относиться там и так далее вот а мы это получаем как вот это все засунули в одну мясорубку вот эти все что общество на придумала прокрутили туда и вы получаете вот эти вот висюки которые там из этого фарши фарши резки вылезают это червячки червячки и пытаетесь в них обнаруживает самих себя это очень получается дискомфорт значит соответственно задача наша состоит в том чтобы найти ощутить то что является нашей реальной потребностью который вы можете удовлетворить что самое у них удивительное значит для этого не часто не надо менять сферу деятельности для этого часто не нужно от радикально менять жизнь нужно внутри того чем вы заняты обнаружить то что будет вас драйвить потому что вы себя в этот момент чувствуете с достаточным количеством для вас серотонина дофамина эксцитацина и прочей всей истории и это очень обидно терять компетенции и вот люди могут почувствовать то что они хотят в рамках жизненных обстоятельств они думают сейчас все брошу уеду в этот на гол едет куда есть такая сбегает там дауншифтеры вот значит они могут те же самые вот и там ничего хорошего не происходит ну то есть сначала у них радость что они совершили события у них соответственно буря это нейромедиаторная в голове вот а потом они такие вот найти вот этот драйвы можно в любой сфере деятельности ну как желательно конечно чтобы она была более современная эта сфера деятельности чтобы она была динамически развивающейся сферы деятельности то же самое касается и людей с любым человеком можно выстроить отношения но если это вы не клинически больны он не клинически больной ну как бы есть все шансы да ну конечно лучше строить с тем кто в большей степени тебя драйвит который в большей степени тебе синтоним так сказать по вашим потребностям интересов вовлеченности там и так далее тогда и тогда вот поэтому но вот просто все бросить потому что ощущение что плохо это вот реально неправильное решение сначала нужно понять что вас на самом деле внутренне тащит потом разобраться какие вот и объяснением мемы модели культурные там и так далее вас там завалило вашу шахту так сказать их развести для этого собственно говоря мы и изучаем то как формируются висит структура ценностей как она организует наше это внутреннее пространство и после этого получаем возможность перенаправить жизненную силу жизненную энергию она все равно в мозге вырабатывается я не люблю слово энергии но по-другому не скажешь есть клетка ретикулярной формации который формирует вот этот наш внутренний тонус вот и дальше ее всегда этот тонус надо будет направить таким образом чтобы в жизни огромное количество возможностей огромные да вот если мы в тупике мы просто но надо развернуться пойти вот если я сейчас подойду стану к этой и буду смотреть в эту историю вы спросите меня есть у меня перспективы я вам скажу нету но если подойдет добрый доктор это просто чуть-чуть не свернет чтобы я увидел что тут комната еще люди еще вы дорогие мои все перспективы открываются